Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзоры ресторанов, а я в Москве. И позади меня голодная девочка Хангри Гелл. Очень удивительная ситуация, связанная с этим местом. Раньше здесь был сиборит, но недели две назад он закрылся, точнее его закрыли за нарушение антиковидных мер. И здесь быстренько открылась голодная девочка Хангри Гелл. Остался тот же инстаграм, все удалено и только несколько постов. И самый главный для меня это стейк на двоих томагавк в золоте за 999 рублей. И я подумал, что нужно сюда идти. В общем, проверим акцию и в целом кухню. Ну а вчера на основном канале вышел большой фильм про еду Нижнего Новгорода. И если еще не смотрели, многое потеряли. Ссылку на него я, естественно, оставлю в описании. Но сейчас Хангри Гелл. В интерьере много чего поменялось. Конечно, не до неузнаваемости, но стало по-другому. Акцент на вина. Несколько винных полок и бутылок, наверное, вот в обозримой доступности под 100. То есть, стало по-просторнее. То есть, как будто и дышать стало легче. Но в любом случае, я думаю, что из сиборита остались золотые приборы. Что у нас по меню? Для тебя и твоего друга заманчивый раздел. Тамагавк стейк. 1 килограмм 999 рублей. Про золото не написано, хотя в инстаграме именно золотой. Закуски, роубар, горячие закуски, супы, рыба, мясо, салаты брускетты, паста, римская пицца, десерты. А на другой стороне барное меню, безалкогольное. Да, ну и в принципе все. Вина, видимо, в отдельной винной карте, потому что они здесь есть, я вижу. Но в меню конкретно нет. Давайте смотреть по еде, что точно закажем. Суп из индюка 350 рублей. Не вспомню, чтобы такая позиция была в меню московских ресторанов. Так, попкорн и креветок, кальмар фри, цветная капуста гриль, это все понятно. Десерты тоже, в принципе, стандартная римская пицца 5 штук с вешенками. Да, оказывается, вешенки, правильно говоря, не вешенки, не вешенки. Век, живи, век, учись. Я видел у вас в инстаграме. А у вас есть инстаграм. Тамагавк стейк один килограмм за тысячу рублей с золотом. Один момент, пожалуйста. Сконфузилась девушка. Один момент, пожалуйста. Еще есть и сегодня именно, я приняла. А мы вчера специально звонили, мы вчера специально звонили, а вот можно, на завтра нам сказали, да, все, и мы работаем, тамагавки есть. Это, ну, я ради него и пришел специально. То есть, вообще-то магавка нет или золота нет? Нет, нет, нет самого мяса. Печально. Ну, ну, давайте тогда мидии в соусе берблан и трюфельном айоле. Это же, видимо, одно блюдо? А, два раза. Это один с трюфельной айоле, а другой с карганзолом. С карганзол. Тогда давайте с трюфельным айоле килограмм мидии за 1270. Они же есть. Да. Один килограмм, потому что для тебя... Нет, спасибо, я все-таки хочу, чтобы всем, как мне, мне, как всем, поэтому, если вы, допустим, меня угостите, а вот люди после меня придут, и вы не угостите их, это будет не очень правильно. Ну, дело в том, что это я не придумала, мы угощаем всех. А в каких случаях? Если тамагавка нет? Просто, просто щедрость. А, до какого числа эта акция? Это не акция, это просто дать решение. Господа, вы слышали, всех угощают бокальчиком вина. Обещают по времени не ограничивать эту акцию, просто приходите и вам наливают бутылочку. А, не бутылочку, конечно, а бокальчик вина. Да. Ну, давайте тогда дальше. А закуски строчитала с хурмой, может быть? Ой, а вот что значит лжеананас? Это ананас, это сельдерей замаскированный под ананас. Корень сельдерей запеченый. А он как-то визуально похож или по вкусу? Визуально похож. Ну и плюс там добавляется ананас в приготовление. В запеченное плечо поросенка, видимо. Может быть его, но все равно вот какой-нибудь стейк бы тоже хорошо. Если вы позволите, я уточню, что будет хорошо на кусте сегодня. Уточните, пожалуйста, мы вас снова ждем. Может быть, как насчет щечки? Ну, это 100% будет вкусно. Это 100% есть на кухне. Так, а чего нет, плеча или стейка? Ничего есть. Ага. Есть стейков. Довольно странный мясной ресторан. Стейков как бы нет, но есть риба и миньон. Какая история. Но это интересно как минимум. Чудеса, конечно. Девушка милейшая, улыбается, сглаживает. Возможные для кого-то конфликты. Я, естественно, не для этого сюда пришел, но просто странно. Пашка, твоя работа прошла незамеченной. Правда, вот узнавали же, есть ли тамагавка сегодня. И, кстати говоря, вот люди пришли вчетвером, сели, узнали, что нет тамагавка и ушли. И сейчас вообще никого. То есть мы одни сидим в ресторане. Такая вот история. Давненько такого не было. Сегодня у нас в качестве аперитива вино, белое, виньё Верда. С очень резким кислотным ароматом. Немного фруктов сладких, цветы. Но при этом чем больше вдыхаешь, тем больше идет сладости. Честно говоря, какое-то водянистенькое. Я понимаю, что бесплатно, качество комплимента прям хорошее не нальют из запасников. Я с этим впервые сталкиваюсь, но понимаю, что не мое. Совершенно. То есть бесплатно это ок, но если вы все-таки немножко по вину угораете, или хотя бы немного любите, то не ваш вариант. Максимально легко, даже вот близко к водянистому. Если есть знатоки, напишите в комментариях, что такое виньё Верда. Я думаю, что там будет много интересного в комментариях, поэтому те, кто не знают, почитайте. Но из бутылки наливали, то есть не разбавляли. Сейчас даже погуглю, но вам не скажу, потому что вы в комментариях. Первое блюдо – тартар из говядины, 490 рублей. Недорого. Две брускетки поджаренных хрустящих. Довольно много для такой цены тартара. Жопка лимона. Это, видимо, трюфельная йоль и микрозелень. Давайте сразу с главного. Вот здесь отчётливый аромат джерек, то есть вот вяленого мяса. Нежный, вкусный. Чувствуется и мясо, и дополнение в тартаре. И вот взял с трюфельной майоли. Тоже нота интересная. И давайте вот так вот. Тартара очень неплохо, тем более за 500 рублей. Хорошая закуска к вину. Ну, или просто закуска. Ещё одна закуска – строчателло с хурмой, 420 рублей. И скажу я вам, опять же, порция неплохая за такие деньги. Микрозелень, орешки кешью, зелёное масло, строчателло, хурма. Хурма, кстати, очищенная. Это плюс. Давайте отдельно попробуем сыр. Кисловатый и не слишком насыщенный. Вот как-то я пробовал посвежее, пообъёмнее. It's хурма time. А вот хурма, конечно, идеально. Отдельно была бы десертом с мороженым. Был бы шик. Ещё разочек. Не раз пробовал. Хурма тут на пятёрку с плюсом, и давайте пробуем всё вместе. Опять же, как недорогая закуска, это прилично. Без восторгов, но неплохо. Хурма классная, а вот сыр отчётливо кислит. Шеф через официанта мне передал, что с сыром всё в порядке, а кислит заправка алоэ юдзо. Видимо, просто мне не зашло. Но, видите, с сыром всё в порядке. А это у нас суп из индюка, 350 рублей. И выглядит, конечно, не по-ресторанному. То есть, похлёбка со шмётками. Так, это у нас индюк, а вот это яйцо, видимо. Знаете, какая у меня ассоциация? Не очень аппетитная. Это когда вот в школьной столовой всё в один чан, и хлеб, и суп, и рис, и макароны сливают. Вот получается примерно тоже по виду. Возможно, это вкусно и не очень дорого для центра Москвы. Но вот визуального кайфа я здесь не получаю. Да, сибулет покрошен, да, немалое количество мяса. Но вот яйцо, оно, конечно, здесь вот удешевляет продукт в разы. Ну вот, давайте пробовать. Чувствуется копчёность небольшая? Ну, супчик простенький, то есть, чисто вот бульон с копчёным послевкусием. С бульоном мы определились, и давайте посмотрим, что у нас по мясу. Ну, в принципе, очень большое количество для такой цены, для центра Москвы. И меня это, честно говоря, смущает. Давайте так, снова пригласим Пашку. Пашка, закажи этот суп за 350 рублей, суп из индюка, и проверь, сколько мяса положили тебе без камеры. Если так же, то это супер выигрышная позиция. Если нет, тогда есть вопросики, как и к отсутствию томагавка. Мясо хорошо так подкопчено, при этом нежное. Ммм, да, если вы супчиком запихаете, то изичная слоноватность уходит. В принципе, простенько, но неплохо. Этот суп нужно заказывать с утречка после бурного вчерашнего вечера. Хорошо вас попустят. Раздел для тебя и твоего друга. Или на бестомагавке и мидии в соусе трюфельной айоли томагавка. 1270 рублей за вот такую вот подачу. Очень холодные раковины. Не холодные ли сами мидии? Еле теплые. И правда еле теплые. Давайте снизу. Может быть, там будет погорячее. Чуть теплее. Трюфель чувствуется. Чесночная нота в айоли тоже. Но как-то по вкусу очень пусто, постно и странно. Так, берем мидию. Открываем от ножки. Едим. Шуем. Чувствуем мидию. Не самую нежную, не самую большую. За 1270 килограмм даже с ракушками – это норма. Это такая акция. Приходите, берите. Стоп, акция. А бывает ли вообще тамагавка? То есть, может быть, его перманентно нет? То есть, мы заявили его, но, к сожалению, все раскуплено. Поэтому, Пашка, в дополнение к супу, узнай, пожалуйста, есть ли этот стейк в природе, точнее, будет ли он в день, когда ты придешь. Если тогда его не будет, то все понятно. Если будет, тогда хорошо. В одной мидии упалось очень много пармезана. Других нет почти. Хаотично, как будто случайно, как будто, блин, у нас заказали эту позицию, давайте что-нибудь придумаем. А вот хлеб, что характерно, горячий. Более теплый, чем мидии. Это тоже довольно странно. Давайте вместе тогда вот так вот. Смотри, брод. Мидии слабые по вкусу. То есть, тут нет насыщенности. И знаете, что я понял? Хлеб со злаками, и ты его жуешь дольше, чем мидию. Поэтому, в основном, если вместе ешь, чувствуется хлеб. Мидия быстро проскакивает и пропадает. А вот хлебно-зерновая нота остается. Не знаю, это пока что очень странно. И вот реально, вверху мидии холодные. Ну, слушайте, у нас еще несколько позиций. Я надеюсь, что меня что-то приятно порадует. Ну, выгодно ли это? Возможно, если вы прям любите мидии. Но так вот, чтобы еще раз это заказать, я бы не стал лично я. Вы, пожалуйста, я вас ни к чему не призываю. И не убеждаю. А это у нас первое блюдо из раздела мяса. То есть, то, на чем специализируется данный ресторан. Стейк филе миньона, 780 рублей. Куценько. Как-то вот не очень аппетитная спаржа. Демиглаз разлитый. Ну, вроде мягонький, медиум кусочки. Давайте порежем. Режется средне. Даже сложнее среднего. Еще разочек. Стейковый нож проходит не так легко, как, может быть, хотелось бы. Ну, с другой стороны. Кто это такой, чтобы что-то хотеть? Приятный перечный аромат. Сочный. Просто кусок мяса. Беспекрас. А что это белое? Вряд ли просто соль. Это какой-то порошок со вкусом попкорна. Что сладковато? Вообще непонятно, что это. И как-то со спаржей сочетается и с мясом. Ну, век живи, век учись. Реально, я теперь понимаю, что и такое может быть. Ну, мясо неплохое. Здесь уже подсоленое, уже перченое. Вкус есть, сок есть. За такую цену еще и гарнир тоже присутствует. Нормально, опять же, без изысков, без восторгов. Просто лакну с кафелью миньона. Видимо, оценка зависит от ваших ожиданий. Если вы что-то ждете невероятного, то это не то. Если просто поесть мясо, выпить бокальчик, я думаю, что сойдет. А вот сейчас, я надеюсь, будет интересно. Запеченное плечо поросенка с лжеананасом 650 рублей. Это плечо вот в таком вот виде. А это у нас лжеананас из корня из сельдерея. Наверху у нас джем вроде как ананасовый, лук-сибулет. А это корень из сельдерея. Ну, на ананас похоже. И, кстати, по текстуре тоже. Так тихо не падай. А вот здесь борются две ноты. Ананасовая такая вот кисленькая вот джема и овощная. Да, корень из сельдерея запеченный до максимальной кондиции. Как необычный гарнир, хорошо. То есть и кислинка есть, и основательность от корня самого. Ну, интересный гарнир, правда, и по виду, и по содержанию, и по вкусу. В принципе, сельдерей с ананасом сочетается. Ну, давайте запеченное плечо поросенка попробуем. Вот так вот почти без труда расходится на волокна. То есть поросенок тоже довольно нежный. И соус по запаху похож на свечили. И это блюдо точно можно назвать вкусным. Соус пикантный, наверное, один Никитка есть, и он раскрывает, дополняет и облагодарит вкус поросенка. Потому что поросенок сам по себе имеет вот определенный характерный вкус, но ему всегда не хватает вот чего-то. И в данном случае хватает, то есть пазл сошелся. Причем цена приятная, 650 рублей всего. И давайте попробуем вот таким образом. С ананасовым соусом вообще шик. А это у нас римская пицца пепперони, 560 рублей. С пылу с жару, то есть аромат пепперони доносится. Как только поставили, вдруг нет стола, я аж почувствовал за полметра точно. Микрозелень, тесто, сырок. Колбасок не пожалели. И давайте посмотрим на сыр. О, ребята! Ну вот это вот 5 обломовых-то натянется. Ну 6, 7. Ближе к 8-9. Идти, ну, приятно, ну вот умеют же, когда хотят, могут же, когда, опять же, хотят. Пикантные колбаски, жирный сырок, чуть хрустящее тесто, тончайшее. То есть, смотрите, очень и очень недурственное, тем более за 560 рублей. Вот это выгодная позиция. Короче, берете вино, хоть нормальное, заказываете пиццу римскую и кайфуете, смотря в окно. Вид, конечно, на автостраду, но летом будет посимпатичный. Про пар не буду спрашивать, потому что вам не видно, но знаете, что он есть. Вот, наконец-то, яркая точка. Классный продукт. Идеальное блюдо. И недорогое. И давайте-ка новенький кусочек. На всякий случай. С ужасом вспомнил, что сегодня еще не говорил тост. За ваше здоровье, господа. Потому что не было повода. Сейчас есть. Перед десертом всегда освежаем рецепторы. И сегодня у нас лимонад с манго и маракуйей. 650 рублей за литровый графин. Вот это приятно, тем более в центре Москвы. По осадку видно, что сделано из пюре. И это тоже хорошо. И я вспоминаю, что в Сиборите были те же самые граали. Кисловатый, сладковатый. Экзотический аромат есть. Зачувствуется маракуйя на первом месте. Манго на втором. Маракуйка здесь хороша. Она забивает манго, оставляя небольшую лазейку для сладости. Освежает дай боже. То есть, этот лимонад за 650 рублей. Вообще норм. Кислиночка, ну, наверное, 5 максов брандтов есть. Не больше. Бывает 4. Но вот 5 – это ее предел. Ждем десерт. Десерт, награда за еду. И сегодня у нас Павлова. 520 рублей. Самый дорогой здесь десерт. Из плюсов. Не половинят ягоды. 3 целых малины. 4 целых голубики. Зеленуха. Здесь у нас безешка. Это, я так понимаю, что малиновый сорбет. Тоже какие-то капельки чего-то малинового. И безе. Ох, с очень нежным ванильным кремом. Крем и правда очень деликатный, изысканный, сладковатый. Ну, прям хорошо. Что у нас по сорбетику? А, сорбет как раз таки яркий. Они с кремом очень хорошо сочетаются. Ванильная легкость и ягодная яркость. Хорошее, лайтовенькое завершение. Надеюсь, вкусного для вас обеда. Да, было сегодня не все идеально, мягко говоря. Начиная с отсутствия того, о чем мы пришли. Но, в целом, к концу, так сказать, еда распогодилась. И пицца с мясом, она уже прям ближе к хорошему. Некоторые позиции даже вообще близки к идеалу. К экрану призываются все Светланы. Хорошо, не дать, не взять. И давайте дадим и возьмем по ягодке. Немножко поковыряем безышку. Ничего сложного, ничего необычного. Просто вкусно. Но цена почему-то 520 рублей. В целом, здесь стоимость блюд на низком уровне. То есть, некоторые вообще прям на нижней границе. Если мы берем в расчет лимонады, тартар, да и закуски, в принципе, тоже. И это не акционные позиции. Понятно, что килограмм томогавка, если он в природе бывает, тысяча рублей, это дешево. И мидии здесь 250 граммов, 630, и килограмм в два раза дороже. Странное заведение. Вот тут, честно, открыл совсем недавно на месте внезапно закрытого. В общем, не знаю я. Показываю, как есть, как чувствую, как могу понять. А вот внизу, конечно, у нас безешечка такая вот, очень плотная и совершенно неподотливая. Стоило бы рублей 400, вообще было бы замечательно. Отсутствие знатно пожуюте. Предлагаем выбросить кости на стол. И при выпадении трех одинаковых из пяти, можно выбрать бутылочку на любую абсолютно и в следующий приход ее распить. Ага. А следующий приход может быть через 10 минут? Тут пять костей. Ну, вот. Все по-честному должно быть. А любую можно выбрать? Да, абсолютно белая, красная, и грязная, и любая. Ужас какой. Ну, не судьба. Да. Ну, в любом случае, вам спасибо за аттракцион. Да. Счет вышел на 5, 790. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять позиций. Плюс комплимент бокальчик вина. Недорого. Точно недорого. Вкусно ли? Ну, могу посоветовать только пиццу. Запеченное плечо поросенка. Хорошо. Десерт. Ну, нормальный, потому что внизу все-таки была вот эта вот жевательная масса. Не знаю, честно говоря. То есть у меня смешанные чувства. В Сиборите мне нравилось больше. Все-таки мы и два обзора там тут провели, и было совместное меню. То есть какая-то вот связь есть. Это для меня новое заведение, хоть и в всех же стенах, но, возможно, неплохое. То есть они работают меньше двух недель, и, естественно, тестовый период всегда с какими-то косяками. Но Пашку все-таки приглашаю на суп и на проверку стейка-тамагавку. Вообще, бывает он или нет. Так, оплачиваем карты и чаевые. Ну, тут сегодня, конечно, не больше 10%, к сожалению. Вот таким получился выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Если так, то ставьте лайк и пишите комментарии. И не забывайте, что в описании есть, во-первых, ссылка на вчерашний фильм про Нижний Новгород. Еще одна ссылка на Пашкину проверку этого ресторана. Потому что, смотрите, стейк на двоих, 1 кг, 999 рублей. Прикиньте, это вот реально такой фейк, обман и замануха. На самом деле, он как бы всегда кончился. В общем, проверим. И суп, конечно, тоже в плане мяса, здравствуйте, меня удивил. В остальном вы все поняли. Вы лучше всех. Макс Бранд. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!